Так, уважаемые коллеги, давайте начнем сегодняшний с вами вебинар. Учебный центр специалистов подготовил новую программу, которая расширяет, скажем так, возможности обучения лиц интересующихся контрактной системой в рамках действия 44-го федерального закона. И данный курс рассчитан на то, чтобы лиц, которые уже прошли обучение по программе подготовка специалиста контрактной системы, первый уровень, могли уже перейти ко второму уровню и получить необходимые знания, которые соответствовали бы эксперту контрактной системы в серии закупок. Данный учебный курс состоится у нас, будет запущен 1 сентября данного года, текущего, и далее мы планируем не реже там двух-трех раз, скажем, не реже одного раза в квартал проводить данные закупки. С учетом того, что законодательство у нас постоянно обновляется и нам необходимо, как экспертам, будущим экспертам, быть в курсе происходящих событий. Немножко познакомимся, расскажу о себе. Я занимаюсь вопросами организации закупочных процедур, работаю в федеральной сетевой компании, генераторическая система, компания крупная, большая, занимается обеспечением объектов энергоснабжения на территории Российской Федерации. Также являюсь экспертом Национальной ассоциации институтов закупок, работаю на площадках Сбербанка, СТРТ и Стендер. Ну и также, конечно, поскольку наша компания работает в рамках действия 223-го федерального закона, занимаюсь этими вопросами. Но сейчас мы говорим именно о 44-м федеральном законе, о контрактной системе, которая претерпела достаточно серьезные изменения в последнее время. Данный курс он авторский и запущен именно на площадке учебного центра «Специалист». Прошу любить и жаловать, что называется, да? Что, собственно говоря, какие проблемы существуют, для чего этот курс нужен? Ну, помимо того, чтобы знать, как работает контрактная система, как готовиться к закупочным процедурам, как участвовать в закупочных процедурах, на самом деле этого мало, поскольку на практике очень часто и заказчики, скажем так, подрядчики, поставщики сталкиваются с большими проблемами. То есть их отклоняют, эти заявки, отклоняют не просто так, а на самом деле по делу. То есть бывает, что некачественно подготовлена документация, некачественно подготовлена заявка, существует недостаточный статус поставщика, то есть его компетенция, она оставляет желать лучшего. Часто это связано с тем, что он не имеет определенных лицензий, не имеет определенных документаций, которые требуют для участия и для осуществления, например, строительства, он должен быть, являться участником саморегулируемой организации. То есть у него этого нет. А если есть, то, скажем так, то свидетельство, выписку из реестра членов саморегулируемой организации он предоставляет, но при этом она не соответствует тому уровню ответственности, который предусмотрен в настоящее время в области строительства. Появились у нас фонды для обеспечения исполнения договоров, то есть эти фонды, соответственно, покрывают ответственность подрядчика за ненадлежащее исполнение контракта. Соответственно, у него этот объем либо меньше, либо совсем его нет. Об этом тоже должны знать, об этом мы говорим на нашем семинаре, на нашем новом курсе. Это все то, за что поставщика могут отклонить. Часто очень меняется законодательство. Если раньше оно менялось раз в два месяца, то сейчас оно меняется реже, но, по крайней мере, глобально. То есть у нас 504-й федеральный закон, который вступил в силу, был, вернее, опубликован в конце декабря прошлого года. И данный федеральный закон вносит изменения в 44-й федеральный закон во многих областях. И в областях планирования, и в области новых способов отбора поставщика, и в области, соответственно, требований и к участникам, и к оформлению заявки. Об этом должны знать участники обязательно. Те, кто участвует в госзакупках, и те, которые потенциально могут принимать решения в участии в данных закупках. Но поскольку, помимо того, что у участников есть ограниченные возможности для получения знаний, с учетом того, что здесь должно быть юридическое образование и практическая работа, конечно же, на площадках. Во многих компаниях нет такого специалиста, как эксперт, который мог бы дать экспертизу действующего законодательства, ну, скажем так, учета действующего законодательства, документации, которую разрабатывает и публикует сам заказчик, экспертизу тех документов, той заявки, которую готовят непосредственно подрядчики, участники процесса закупочного. И вот как раз наш курс дает возможность более глубоко разбираться в действующем законодательстве, более грамотно подходить к вопросу экспертизы документации. Это все снижает риски отклонения заявки участника закупок. Также у нас основное, то, что необходимо помнить, это то, что любая госзакупка, она не может быть проведена без финансового обеспечения. Есть два вида у нас, как мы помним, финансовое обеспечение, это обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта. В данном случае мы речь идет именно о финансовом обеспечении самой заявки. То есть тоже у нас поменялись требования к случаям предоставления финансового обеспечения, требования, которые касаются размера финансового обеспечения, требования, которые сейчас действуют в части невозврата его. То есть участник оплачиваемого обеспечения может его просто потерять. С учетом того, что это обеспечение сейчас составляет предельное значение 5%, и закупка, например, 100 миллионов, обеспечение 5 миллионов, и его потерять не очень хотелось. Поэтому как раз данный курс тоже дает возможность будущему эксперту в сфере закупок разбираться в этих вопросах. То есть помимо того, что могут быть ошибки в самой заявке, эти ошибки могут стоить денег, что называется. Эти ошибки могут привести к тому, что участник, подрядчик, поставщик потеряет денежные средства в достаточно большом объеме. Также, поскольку мы говорим о том, что эксперт проводит необходимость проведения эксперта экспертизы документации этих мероприятий, у нас частью документации является проект контракта. И поэтому, когда мы говорим о экспертизе документации, мы в том числе говорим и об экспертизе контракта. То есть контракт – это тот документ, в котором прописаны все требования, не условия, а права и обязанности и тот объем работ, который необходим, или поставки, которые необходимо проделать поставщику. И вот этот баланс интересов, который содержится в этих условиях, требованиях этого контракта, он должен быть соблюден. И эксперт, в том числе, должен разбираться в этих вопросах. В вопросах контрактного права, что должен содержать контракт, какие условия, какие требования. Также, поскольку основное существенное условие контракта – это его цена, необходимо сделать грамотный расчет начальной цены заявки. Но первоначально, естественно, на этапе экспертизы документации, эксперт оценивает, в том числе, насколько правильно и грамотно рассчитана начальная максимальная цена контракта. Потому что поставщик, который будет участвовать в данной закупке, может просто попасть в такую долговую яму. То есть он может заключить контракт с ценой, который просто не будет покрывать его в будущем расходов при его исполнении. Поэтому правильный расчет ценового предложения – это тоже основная задача эксперта, с которой он должен справляться. Далее идет неэффективная оценка технического задания. Поскольку техническое задание тоже является частью документации и, соответственно, на основе технического задания заказчик, поставщик, подрядчик формирует свою заявку, он должен ее сформировать в полном объеме в соответствии с тем заданием, которое содержится в документации. Просто бывает случай, что, условно говоря, уже идет подписание контракта, проведена закупочная процедура, выбран победитель, и потом подрядчик обращается к юристам, к специалистам, говорит, что мне делать. Я ездил вчера на площадку, смотрел сам объект, я понимаю, что нам на этом объекте тот объем работ, которые заявлены, которые прописаны в контракте, он просто-напросто, на самом деле, там не все нюансы данных работ отражены в самом контракте. Просто это не сможем сделать. Представьте себе, в каком-нибудь овраге там необходимо поставить какое-нибудь, построить здание или сооружение. Чтобы туда проехать, необходимо, не знаю, либо вертолетом, либо там прокладывать дополнительные дороги, чтобы подъездные пути, чтобы эту стройку обеспечить. И об этом не было прописано. То есть, необходимо в некоторых случаях выезжать на объект и оценивать возможности его исполнения. Этого проделано не было. Соответственно, это все как бы... И при этом получается, что если победитель не заключит контракт своевременно, ссылаясь на то, что там достаточно больше работы, чем это здесь прописано, он будет не прав, потому что об этом надо было заранее позаботиться. Об этом надо было, по крайней мере, на этапе рассмотрения конкурсной документации для того, чтобы принимать участие. Сделать запрос на разъяснение документации, либо, соответственно, сделать запрос на включение в эту документацию возможности поехать на объект и оценить объем работ. Об этом тоже должен знать эксперт, для того, чтобы таких вот в будущем накладок не было, которые, опять же, могут отразиться тем, что либо его обеспечение по заявке не будет возвращено, либо вам придется все-таки заключить контракт и потом находить возможности в исполнении. Дальше, по поводу графика поставок и срок выполнения работы. Это тоже задача эксперта оценить возможность реализации данного проекта. Потому что бывает так, что прописывают сроки выполнения работ, которые не соответствуют объему, заявленному в проектно-сметной документации и не соответствуют объему, которую, собственно говоря, реально выполнить. Потому что бывает так, что заказчик устанавливает сжатые сроки выполнения, буквально там 1-2 месяца, и при этом объем работ, который необходимо выполнить по нормативным документам, он может быть затянут до 1 года. И получается, с учетом того, что за просрочку исполнения договора по 44-му федеральному закону за каждый день накладывается пение в размере 1,03 ключевой ставки от суммы неисполненных обязательств, то можем себе представить, сколько это будет стоить соответственно победителю, поставщику, подрядчику, который не вложится в сроки поставки либо в сроки выполнения работы. Это тоже очень неприятная история, которая может просто привести к банкротству поставщика, но уже на этапе исполнения контракта. Помимо этого, у нас есть вопросы, связанные с односторонним расторжением контракта заказчикам. из недостоверных сведений. Условно говоря, закупка была проведена среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Малого предпринимательства, поскольку речь идет о 44-м. Заказчик продекларировал недостоверные сведения о том, что он является субъектом малого предпринимательства. На самом деле он не является, к примеру, субъектом малого предпринимательства, но об этом он сам, возможно, не знал, но при этом задекларировал, Думал, что это какая-то ерунда, но хорошо, я напишу, что субъект, иначе просто меня отклонят, потому что данная закупка проводится только среди субъектов малого предпринимательства. Он задекларировал, потом выясняется в процессе исполнения договора, то есть он стал, например, победителем, потом выясняется, что он не является субъектом малого предпринимательства, но и при этом заказчик, который не знал об этом, он не обязан проверять это на этапе рассмотрения заявок, потому что это будет дозапрос сведений, которые он не обязан запрашивать, требовать участников закупки, и получается так, что на этапе исполнения выясняется, что он не являлся субъектом малого предпринимательства, и из-за этого, из-за этих недостоверных сведений, заказчик обязан зарасторгнуть договор в одностороннем порядке с данным подрядчиком и занести его в реестр недобросовестных поставщиков. Соответственно, этот реестр недобросовестных поставщиков – это тоже неприятная история, потому что в течение двух лет, пока данный победитель, участник юридического лица, данное находится в этом реестре, он не может участвовать в других закупочных процедурах. То есть это некое такое ограничение на участие в госзакупках. И об этом тоже должен знать эксперт, который может всегда, скажем так, лишний раз проверить, является, ну то есть используя определенные специальные или открытые источники информации, зная 209-й федеральный закон, где прописаны условия и критерии отнесения организации к субъектам малого и среднего предпринимательства, он может на этапе подготовки заявки этот момент выявить и принять решение о том, чтобы либо не участвовать в закупке, либо поменять участника на другого, который соответствует данным критериям. Это тоже вопрос очень важный и связан с грамотным подходом к подготовке и участию в закупке. Еще один момент связан с привлечением поставщика, ну то есть он может потерять не только деньги, но поставщика могут привлечь к административной и должностного лица там к уголовной ответственности за неисполнение и надлежащее исполнение. То есть опять же, эта практика привлечения к административной ответственности, она в последнее время очень актуальна и очень применяется со стороны федеральной антимонопольной службы, поскольку тоже стоят задачи перед федеральной антимонопольной службой отрабатывать госзаказ, отрабатывать решение в том числе счетной палаты, которая принимает в ходе проверок госзаказчиков на предмет нарушений контрактной, требований, которые установлены в контрактной системе. И ФАС как бы по этим всем замечаниям отрабатывает и привлекает очень даже хорошо к административной ответственности. Поэтому, конечно же, задача эксперта с этими вопросами владеть, знать и уметь их применять. Одного знания контрактного права недостаточно, поэтому на нашем курсе подготовки эксперта мы как раз будем заниматься более глубокими вопросами изучения данного законодательства. Мы будем ставить себя на место заказчика, как он проводит, как он формирует документацию, как он рассматривает заявки, какие подходы он применяет к отбору, к оценке заявок по различным критериям, стремостным, и, собственно говоря, здесь вот такой курс, который будет замечательным тем, что он дает возможность изучить позицию не только поставщика, да, подрядчика, но и позицию непосредственно и позицию заказчика. Чем этот курс и примечательно? Потому что у нас есть курс подготовка поставщика, есть курс подготовка заказчика, но такого курса, который давал экспертную оценку действий, как и заказчика, так и подрядчика, у нас такого курса еще нет, поэтому это новое в практике специалиста, и с учетом того, что само законодательство оно поменялось, как я уже говорил, и еще будет, я так думаю, меняется, с учетом того, что само законодательство, оно имеет определенные коллизии, противоречия между практикой, судебным решениями и позициями фаз, об этом мы тоже будем рассказывать и говорить на данном курсе. Ну и, естественно, навыки, то есть помимо того, что мы знаем, применяем вопросы контрактной системы, которую нам дает 44-й федеральный закон, мы еще приобретаем определенные навыки, то есть есть определенная методика, как быстрее можно разобраться в потоке нормативно-правых актов, действующих законодательствах, какое законодательство оно в приоритете, какое смежное, на что нужно обращать больше внимания, что является, скажем так, отсылочными нормами, что является оперативными. Это все тоже мы будем изучать и на данном курсе. Все это должно приводить к тому, чтобы мы могли грамотно делать экспертизу документации и избежать ошибок на этапе рассмотрения заявок заказчиками и для дальнейшего отбора участия в закупочных процедурах. Ну и, конечно же, данные для заключения контракта. Это вот то, что касается навыков по анализу самой документации и его правоприменения. То, что касается возможности грамотно использовать те источники, которые нужны для работы, это тоже дает данный курс. То есть где смотреть? Смотреть там в журнале, смотреть где-то в ютюбе, смотреть где-то в единоинформационной системе, смотреть в каких-то дополнительных источниках, которые необходимы для того, чтобы принимать правильное решение. Мы тоже должны разбираться и уметь работать с этим материалом. Поэтому в качестве дополнительных ресурсов данного курса является это представление действующего законодательства, которое в настоящее время, ну то есть оно каждому семинару обновляется. Вот это законодательство, какие-то, допустим, постановления правительства, они исчерпываются, они теряют, утрачивают силу, отменяются. Какие-то, наоборот, появляются. Поэтому нет такого, чтобы у нас была заморожена нормативно-правая база, которая предоставлялась на каждом курсе. На каждом курсе каждый раз предоставляется обновленная версия нормативки, которая может экспертам использоваться для дальнейшей своей работы. Это тоже немаловажный момент. Это касается как и самих законов обновленных версий, это касается и решений постановления правительства, это касается и судебно-правой, и административной практики, фаз. То есть вся эта информация, она дается в качестве раздаточного материала учебного, который необходимо применять эксперту. Для своей дальнейшей работы. Потому что одного семинара достаточно, то есть все эти материалы, все эти обучающие моменты, он должен потом использовать, уже применяя эти данные наработки в своей практической деятельности. Ну и тоже, это как следствие из предыдущего пункта, это применяем наиболее продвинутые обучающие методы для подготовки слушателя. Указываем на те моменты, на которые он должен обращать внимание. Работаем также, помимо документации, работаем с информацией, которую предоставляет портал «Единая информационная система». Это основной портал, на котором размещается вся информация о госзакупках, как в рамках 44-го, так и 223-го федерального закона. Ну и последовательность действий дается алгоритм, то есть какая задача, цель, задача и пути решения, для того, чтобы к этой цели прийти. Поэтому тоже немаловажный момент, который в виде алгоритмов, в виде схемы дается на данном семинаре, для того, чтобы подготовить специалиста и сделать его экспертом в своей сфере, в сфере анализа и участия в закупочных процедурах. Есть у нас также возможность, поскольку специалист является партнером учебной площадки Сбербанка СТ, есть возможность участвовать в данных, практиковаться, соответственно, на данной учебной площадке. Мы учимся в том числе, то есть продолжаем учиться более, скажем, углубленно, если там специалист тоже есть в курсе специалист, подготовка специалист, контракт, система работы на электронной площадке, то здесь тоже есть работа на той же электронной площадке, но только уже, скажем так, с более углубленными и расширенными возможностями. То есть мы там смотрим, как отзывать заявку, смотрим, как отзывать там средства, зачислять их, смотрим дополнительные возможности данной площадки, используем их, смотрим, что дает еще Сбербанк СТ в качестве дополнительных сервисов для продвижения, для продвижения, соответственно, юридического лица, в котором работает эксперт для развития бизнеса, используем вот эти как раз возможности, которые предоставляет нам Сбербанк, площадка Сбербанка. Ну и тоже немножко вкратце о целевой аудитории. То есть у нас целевая аудитория достаточно широкая. Ну это, во-первых, поскольку у нас появилась теперь новая должность, специалист эксперт в сфере закупок, контрактных служб, поскольку эксперт важен не только у поставщика, но и у заказчика, поэтому здесь могут быть интересы переплетаться как и у лиц, которые работают на стороне заказчика, так и у лиц, которые работают на стороне подрядчика и поставщика. То есть это как раз вот идет такой вот диапазон специалистов-экспертов, членов закупоченных конкурсных комиссий, руководителей специалистов тендерных отделов, соответственно, юристы, отдела продаж. Вся эта информация будет небесполезна и даже эффективна потом может быть использована в их дальнейшей работе. Ну а также, естественно, руководители компании, лица, интересующие деятельность в сфере закупок. Это уже в качестве методологов, которые наверняка тоже среди крупных заказчиков, у крупных подрядчиков, есть отдел методологии анализа закупочной деятельности, которые как раз вот и разрабатывают. И им нужна эта информация для того, чтобы можно было локальные нормативные, свои локальные акты заказчика приводить в соответствии с той документацией, с тем действующим законодательством, которое в данный момент используют госзаказчики при организации проведения закупочных процедур. Это тоже очень немаловарно с учетом того, что, ну, во-первых, если брать, допустим, 223-й федеральный закон, сами заказчики сейчас должны обновлять свое положение закупки. Соответственно, если брать 44-й федеральный закон, если нет типовых контрактов, сами заказчики должны формировать требования с учетом действующего законодательства в отношении проектов, контрактов для их использования на дальнейшем в закупках. должны, соответственно, грамотно готовить закупочную документацию, чтобы не было в дальнейшем жалоб со стороны подрядчиков, участников закупок в федеральную антимонопольную службу, чтобы эти закупки не отменялись, чтобы они проводились и приводили к выбору добросовестных поставщиков, подрядчиков, которые могут потом исполнять контракт и, соответственно, удовлетворять потребности того или иного госзаказчика. Поэтому это очень важно помнить и знать. Как раз этот курс дает нам такую возможность. Дает возможность грамотно формировать закупочную документацию с учетом изменений действующего законодательства. Также мы на этом курсе обязательно поговорим отдельно, скажем так, выведем, сакцентируем свое внимание на тех изменениях, которые в действующем законодательстве появилось, чтобы было, что стало, да, для того, чтобы, допустим, те специалисты, которые уже работали в этой контрактной системе, они могли на это обратить внимание. Потому что закон большой, объем информации большой, и поэтому бывает, что замыливаются, и какие-то нюансы они упускают. А у эксперта не должно быть деталей общих и важных, неважных. Для него все детали важны. И бывает, что не всегда закон дает нам достаточную информацию для того, чтобы мы могли принять правильное решение. Это к чему я говорю? К тому, что есть еще проекты законов, которые уже прошли слушание во втором и третьем чтением в Государственном Думе, и уже готовы к тому, чтобы эти проекты были уже действующим законодательством. Об этом тоже должен знать эксперт, что его ожидает там завтра, послезавтра, через месяц. Это тоже очень важно об этом знать, не просто действующий законодательство, но еще проекты контракта, проекта действующего законодательства, изменить действующего законодательства. О приобретаемых науках отчасти я уже до этого ранее говорил, тоже повторюсь, что мы учимся использовать ресурсы единой информационной системы, учимся использовать ресурсы электронных площадок. У нас появились сейчас дополнительно две электронные площадки, которые соответствуют требованиям и дополнительным требованиям, установленным правительством. Об этом мы поговорим. Существует специализированная электронная площадка, пока только в единственном числе, которые, возможно, которые тоже будут этот список расширяться. Об этом мы будем и говорить. То есть на каких площадках можно участвовать с учетом вступления в силу действующих изменений, на каких площадках мы не можем участвовать, потому что они не имеют права, допустим, не состоят в перечне площадок электронных для проведения закупок для государственных, муниципальных нужд. Соответственно, используя эти ресурсы, мы получаем информацию о закупках. Дальше с этой информацией что мы делаем? То есть мы ее учимся анализировать для того, чтобы принимать решение участвовать на данной закупке или не участвовать в данной закупке. Ну и как я уже говорил ранее, то есть участие в госзакупках оно сопровождается определенными подводными камнями, которые вылезают со стороны действия или бездействия заказчика, его необдуманных или там неправомерных решений. И поэтому наша задача пользоваться не просто нормативно-правовой базой, актуальной нормативно-правовой базой, причем поскольку нормативная база она достаточно большая, поэтому естественно ее заново все изучать не будешь. И для этого есть курс, на который можно записаться, пройти и посмотреть какие изменения произошли для того, чтобы все ее не перекапывать, а смотреть только то, какие изменения произошли. Может быть просто именно для этого поставщика или подрядчика это изменение не касается у сферы деятельности. Для кого-то они актуальны, кто занимается оценочной деятельностью публичными сервертутами, например, для них это актуально. Заказчики, которые имеют закупки взаимозависимых лиц, для них это актуально. А у кого-то допустим нет. И поэтому важно знать, как эта база действует, какие изменения произошли. Также касается не только технической документации, но и закупоченной документации и проект контрактов, поскольку это все тоже составит самой документации и об этом тоже надо понимать. То есть, если мы награмотно составили закупочную документацию, но при этом проанализировали, но при этом оставили в покое проект контракта, потому что думаем, что это как бы неважно, но мало ли что. И потом на этапе уже исполнения у нас возникают определенные проблемы с исполнением, определенные взаимоотношения, возникают определенные трудности в взаимоотношениях с самим заказчиком, это тоже важно все на этапе подготовки к участию в заявке, необходимо все это дело проанализировать в полном объеме, не только на соответствие требованиям действующего законодательства в области 44-го федерального закона, но и на соответствие антимонопольному законодательству, потому что у нас ФАС, как говорится, находится на первой линии и решение данного органа нельзя не учитывать, позицию данного антимонопольного органа нельзя не учитывать, а надо знать и понимать в каком направлении он идет. Как раз данный курс вам дает такую возможность грамотно разбираться в зависимости от антимонопольного законодательства. Но поскольку у нас тоже один из рисков это финансовая, скажем так, работа с финансовым обеспечением, мы поэтому будем проводить, приобретать навык, проводить тесты и практику по экспертизе банской гарантии. То есть какая банская гарантия должна быть, какое содержание, какой состав, где она должна быть в реестре, не в реестре, что она должна содержать, потому что само законодательство дает только, скажем так, небольшую информацию о том, как проводится, принимается, как работает банская гарантия. То есть предоставляется, смотрится, в реестре, не в реестре и так далее. А как на самом деле, как на практике это складывается, мы с вами как раз узнаем на этом курсе. То есть то, что не дает закон, мы узнаем на этом курсе. Как грамотно проводить экспертизу банской гарантии. Ну и, конечно, участие в закупке на электронной площадке. Как я уже говорил, мы будем участвовать на электронной площадке Сбербанка СТ. Будем смотреть возможности данной площадки. Научимся загружать туда документацию еще раз. То есть это мы еще будем дополнительно проделывать. Знакомиться с формированием протоколов. То есть как со стороны заказчика это все происходит. Также немножко поработаем с заказчиком. Посмотрим, как заказчик формирует извещение в единой информационной системе. Размещает ее там. Что он туда добавляет, что не добавляет. Ну и, как я уже говорил, в чем особенность данного курса. В том, что мы смотрим как и позицию участника, так и позицию заказчика. То есть смотрим эти две позиции. Как они между собой соотносятся. Какие возможности у каждой стороны на то, чтобы влиять на этот процесс, существуют в настоящее время. Ну, естественно, в соответствии законодательства. Также научимся определять, насколько законны решения закупочной комиссии или нет. Потому что по практике очень часто происходит таким образом, что мы какой-нибудь отвергнутый, что называется, неотобранный поставщик или участник закупки, он начинает жаловаться в вас. Причем пишет такие смешные вещи, что, ну, видно, что как бы раньше он этого не делал. То есть порыве каких-то эмоций, оскорбленных, с оскорбленными чувствами. То есть тут надо писать все более грамотно, более обоснованно, с приложением документов. Также, если брать позицию самого заказчика, то здесь вам также посмотрим, что может в этой ситуации сделать заказчик. То есть если участник закупки подает жалобу FAS, то заказчик, на которого подаются жалобы FAS, подает возражения на эту жалобу. И как вот эти жалобы, возражения на жалобы соотносятся, как правильно составлять, мы тоже поговорим. Как раз на этом курсе для того, чтобы эксперт мог занимать и понимать позицию как заказчика, так и самого участника. Ну, естественно, FAS тоже принимает не всегда законные решения. Неудивительно и, в принципе, это нормальная история, что судебные решения, там больше половины всех решений FAS отменяют, отклоняют, признают незаконными. И задача эксперта – научиться обжаловать решения FAS в суде. То есть это тоже о порядке обжалования мы будем говорить на данном занятии, на данном курсе. Ну и почему нужно выбрать именно специалист? Да, в данном вопросе, почему именно специалист предоставляет такую возможность получить данные знания и приобрести данные навыки. То, что, ну, во-первых, данный курс, он соответствует требованиям, установленным действующим положениями нормативными. В частности, приказ Минтруда социальной защиты. То есть у нас есть, помимо специалист в сфере закупок, есть еще эксперт в сфере закупок. И поэтому, если мы хотим, скажем так, если слушатель хочет работать экспертом в сфере закупок, значит он должен пройти соответствующее обучение. Не просто специалист в сфере закупок, а эксперт в сфере закупок. А эксперт, это именно тот человек, еще раз напомню, который в соответствии с этим приказом и с описанием вот этих его компетенций, он должен именно уметь анализировать документацию, анализировать сами законы, саму нормотворческую базу для того, чтобы принимать грамотные решения. То есть и как со стороны иметь рычаги влияния, как и на подрядчика, чтобы он не давал ошибочные, не размещал ошибочную документацию. Так влиять на самого заказчика, чтобы обжаловать неправомерно принятые им решения. Более полно определены компетенции эксперта в сфере закупок. Соответственно, опять же, с этими требованиями, которые установлены. Ориентированно на получение необходимых не только знаний, но и навыков в форме тренинга. То есть у нас также будет применяться интерактивные игры. Потому что сухая информация и запоминания с листа или с экрана, этого недостаточно. Необходимо еще иметь какие-то взаимодействия с коллегами по аудитории, для того, чтобы были какие-то совместные решения. Это тоже закрепляет знания и немножко помогает усвоить данный материал. Также у нас есть практика пока только на Сбербанке СТ. Но планируется тоже, если данный курс дальше пойдет, дополнительно еще включать другие площадки, которые отобраны в соответствии с теми изменениями, которые у нас наступили в этом году. В данном случае это может быть РТС-тендер или какие-то другие еще электронные площадки, которые отобраны. Но опять же, как я уже говорил ранее, преимущество то, что наши материалы, они постоянно обновляются. То есть это не просто какие-то замороженные. Просто там тоже от коллег слышу периодически, что слушателям предоставляются материалы давности 2013 года. То есть они сделали эти раздатки и дают слушателям в надежде, что они ничего не заметят. У нас к каждому курсу, если у нас будет, допустим, курс читаться раз в неделю, то есть к каждому курсу каждую неделю вся информация обновляется. То есть обновляется именно на момент действия, действует-не действует, в какой редакции действуют. И те изменения, по изменениям берется в основном 44-й закон, потому что невозможно там отразить таблицу изменений по всем постановлениям и распоряжениям. Но по основному закону действующему 44-й у нас как бы идет именно эта таблица. То есть внесены изменения, которые вступили в силу с такого-то числа, изменения, которые вступили в силу с 1 июля, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Это все дается, то есть это наше преимущество, о котором нужно говорить. Ну и также включены консультации преподавателя в неучебное время, поскольку кто-то постеснялся спросить, кто-то там не все усвоил или усвоил в недостаточном объеме, а потом еще дополнительно позанимался дома, далее там на каких-то практических схемах отработал вот эти знания, у него потом возникают вопросы. И эти вопросы можно задавать преподавателю, даются контакты преподавателя, дается информация о боевой электронном адресе. И это как бы не в чистом виде консалтинг, но консультация по материалу, по теме, для того, чтобы человек мог действительно потом дальше продолжить и не делать ошибок в будущем, уже применяя свои знания на практике. Ну и что еще мы не сказали с вами? Простите, а курс сколько часов? Ну он восьмичасовой, но он как продолжение предыдущего курса, предыдущий курс это подготовка специалиста, а следующий курс это второй уровень уже, это подготовка эксперта. То есть если, как я уже говорил, тоже задавали вопросы, с какого уровня можно на него прийти, то есть на него лучше приходить подготовлено, потому что иначе будет очень тяжело и просто будут потрачены деньги. Лучше прийти, дальше как раз мы поговорим, предварительно подготовка какая нужна. Ну это, во-первых, конечно же, умение работать на компьютере, потому что у нас сейчас все закупочные процедуры с Нового года будут в электронной форме, поэтому знать компьютер, уметь пользоваться интернет-ресурсами, уметь пользоваться Word, Excel, все эти моменты необходимо, конечно же, знать и уметь. Ну это касается в основном слушателей, которые уже возрастных, они как бы не всегда грамотные в плане компьютерной подготовки, да, молодые, как правило, все у них быстро получается. Вот, то есть работа с компьютером, работа с интернетом, предварительные курсы, которые тоже самое читаются у нас в специалисте от электронного опциона от А до Я, обязательно, то есть рекомендую именно с этого начать, а уже потом приходить к нам на этот курс эксперты. Ну и подготовка участника контрактной системы в сфере закупок. Ну я назвал подготовка специалиста, но имелось в виду участника контрактной системы, да, как этот курс звучит в оригинале, что называется. Вот эту подготовку необходимо пройти и уже потом приходить к нам на этот курс для закрепления материала и для углубления своих навыков, знаний и приобретения новых навыков. Вот это я вот как бы предлагаю. Дальше, значит, место в цепочке курсов, можно посмотреть это все на сайте специалиста, в разделе курсы, там раздел подготовка, значит, соответственно, подготовка, вот как раз здесь есть курсы закупки таргетендеры, подготовка поставщика к участию в торгах, подготовка заказчика, это как бы старые курсы, да. Сейчас вот из новых курсов, это, ну тоже старые, это вот электроны, которые действующие, да, то есть мы вот от этих курсов, подготовка поставщика, подготовка заказчика, как бы от этих курсов мы отказываемся, да, Потому что у нас есть обновленные курсы. Как раз тут обновленные курсы, они и дают возможность нам на этих курсах записываться. Ну и опять же после прослушанного курса дается документ об окончании. То есть либо это документ о том, что вы прослушали данный курс, либо документ о повышении квалификации. У нас есть, скажем так, дополнительная переподготовка, это повышение квалификации. Либо, соответственно, дополнительная подготовка, она, скажем так, более такая по количеству часов 250 часов, а повышение квалификации 108 часов. Ну для руководителей там сегодня 40. И мы вот этим 16-часовым курсом, то есть 8 часов подготовка участника и 8 часов подготовка эксперта, мы закрываем как раз курс повышения квалификации, который дает возможность, дается удостоверение повышения квалификации, который дает возможность уже работать как и на стороне подрядчика, поставщика, так и на стороне непосредственно заказчика. Ну если есть какие-то вопросы, коллеги, прошу задавать. Ну и приглашаю вас на данный курс для того, чтобы мы могли с вами реализовать все свои ожидания и в будущем, может быть, кто еще не работает, получить новую профессию, новую специальность, эксперт в сфере закупок. Скажите, пожалуйста, есть какая-то статистика, чтобы ваши специалисты были востребованы? Специалисты специалиста? Специалисты эксперт. Ну, во-первых, есть, скажем, есть, как я уже говорил, требования приказа Минтруда, установлено, что есть у нас и сами работодатели должны в своих должностных инструкциях указывать уже новых, то есть не менеджеры, не какие-нибудь там, да, именно специалисты в сфере закупок, эксперт в сфере закупок. И насколько вот эти вот должности инструкции и их компетенции соответствуют вот этому уровню, это под вопросом, потому что это все появилось недавно, да, у нас все это появилось недавно, в частности, вот закон 15, приказ Минтруда 15-го года, соответственно, в 16-м году он начал применяться, но, опять же, не всеми, вот, поэтому это важно, соответствовать тому, как ты называешься, как твоя работа. Называется, если ты эксперт в сфере закупок, значит, должен соответствовать, то есть быть компетентен в этих вопросах. Бывает, что ты называешься экспертом, но некомпетентен в этих вопросах. Вы заметили вам спросы, да, со стороны компании, специалист-эксперта? Ну, я заметил, что просто недостаточно, скажем так, поскольку объем действующего законодательства в плане изменений, он действительно огромный. То есть одно дело, когда у тебя закон, там, 170 страниц, он меняется, там, одна, там, две статьи, да, а другое дело, когда меняется, там, 20 статей, ну, условно говоря, да, то есть там где-то, ну, если не половина, то чуть меньше половины. То есть здесь это фактически новый закон, и фактически нужно просто проходить переобучение. А если этого обучения нет, тогда, получается, все те, которые работают, они, получается, фиктивные, то есть они не могут дать нормальную, работодателю нормальную работу, то есть они не сделают ее надлежащим образом, потому что они потерялись, они уже некомпетентны, законодательство поменялось, практика судебная меняется, административная меняется, и как раз вот эксперт, новый курс, который дает возможность не только знать действующий законодательство, но и, как бы, уметь анализировать его, насколько оно соответствует. Ну, юридическое образование желательное, ну, скажем так, если вы работаете только, ну, с документами, которые, ну, если откроете 44-й закон, там вот написано, что смотрим вот этот закон, а также гражданский кодекс, бюджетный кодекс, конституцию и так далее. И постановление правительства и субъектов, и местное самоправление, все вот эти нормативно-правовые акты, которые являются в продолжении, в развитии того, что написано в законе. То есть они это толкуют, да? Поэтому грамотно использовать данную документацию, потому что бывает, что сами законы, то они друг другу противоречат. А экспертам нужны принципы, то есть какой принцип на первом месте, какой на втором, какой на... Ну, какие принципы, они, скажем так, являются основополагающими для того, чтобы потом эти решения, которые принимает, там, заказчик, либо там ФАС, да, соотносить с тем, что написано в этом законе. То есть для чего этот закон придуман? Потому что когда приходишь в ФАС, тебя начинают спрашивать. Вот, вы там не разместили отчет по геноинформационной системе, своей, своевременной. Как вы объясните вот эту ситуацию? И когда ты никак не можешь ее объяснить, на тебя налагают штраф, и ты спокойно идешь и уплачешь. А когда ты можешь объяснить эту ситуацию, почему это произошло, и сказать, что я прав, и вы не правы, то, что мне наложили это все, то будьте любезны, тогда как бы через суд, если вы не снимете свое решение, а через суд это дело все опротестую. До свидания. Я через суд все это дело опротестую. И на самом деле это опротестовывается. Поэтому свои права и законы интереса надо уметь защищать, но прежде чем защищать, надо об этом знать, что ты защищаешь и как ты будешь это защищать. Ну, поэтому специалист, он узкопрофильный. Он может подготовить документ, разместить, знать какую кнопку нажать, в какой закупке поучаствовать. А эксперт, он многопрофильный. Он исходит из того, он, естественно, это тоже понимает, поэтому сначала нужно пройти как раз курс обучения на специалиста. Ну, а эксперт, он уже будет знать, что если вдруг тебя отклонят, ты можешь это обжаловать. На этапе подачи документации ты должен анализировать саму заявку, есть там ошибок, нет ошибки. Потому что у нас по статистике каждая десятая закупка, в лучшем случае, она выигрывает. Но, представляете, сколько нужно проделать работы и потратить сил, и там, значит, заморозить там денег для финансового обеспечения, чтобы хотя бы в одной закупке десяти выиграть. А так, если вы на этапе подготовки заявки уже компетентны в этом вопросе, уже знаете, где ошибки, и не надо их подавать сейчас, потому что нужно сначала исправить, потом подать. Это уже, как бы, шансы ваши увеличиваются, то есть вместо пяти специалистов можно, ну, условно говоря, там петь, конечно, никто не держит, но в больших компаниях есть и 20 специалистов, да. Можно держать там двух-трех, которые могут, скажем, уметь грамотно анализировать и не подавать десять, а подать там две заявки, да. Но они будут выигрышными. Это экономия денег со стороны, соответственно, компании. В основном это, конечно, крупные компании. А как, например, закупки малого бизнеса? Я, например, как малый бизнес, хотела бы понять, как участвовать в этом году. Ну, для этого сначала, конечно, нужно пройти вот эти этапы в специалисте, да, то есть не сразу приходить на эксперта, а пройти этапы, там, практически курс от А до Я, потом подготовка участника, потом уже, если вы почувствуете, что вам не хватает этих курсов, уже пройти уже дальше, пойти уже дальше. У нас конкурсы проводятся, да. Но у нас как бы комиссия тендерная, да, и насколько актуально вот ввести вот такой вот электронную закупки, да, это все для крупной компании. Я работаю в крупной компании, да. Насколько это актуально вообще. Почему у нас как бы по старинке у нас конкурс? Мы закупаем там многомиллионный контракт заключаем, да, серьезную компанию. Тем не менее мы проводим конкурсы. Это больше как бы новшество, вот эти все электронные площадки, я знаю, они давно уже, как бы, мелкие компании там полуруются. Это как, надо как бы рекламировать в компании, да, как бы предлагать, или вот вообще, ну, как бы, это как бы... Много прозрачности, наверное. Вот как бы это надо вносить, это в компанию, ну, крупную компанию предлагать, да, в принципе, у нас уже 40 лет, да, наша компания. И тем не менее у нас конкурсы проводятся, вот, конкурсы, да, вот просто собираются люди, да, с конвертами, да. Мы проводим конкурсы вот так. И насколько вот, как бы, какой надо маркизм произвести, чтобы заинтересоваться именно вот этими площадками. Но если вы, если ваша компания, она там, она как участник, да, или как заказчик, вот, если ваша компания, она, значит, их закупочная деятельность, ваша компания регулируется с 46-м федеральным законом, то с 1 января 19-го года вы обязаны, вы не государственные, вы, значит, ПАУ. Но если в составе учредителей вашей компании есть доля государства, нет, значит, вы полностью частные компании, да. Скажу так, что частные компании, ну, есть публичное акционерное общество, там просто есть доля, там или нет доля государства, тоже бывает. То есть у нас тоже, например, у нас тоже есть, там, ПАУ ФСКС, но там есть доля Россетей, а Россети, там есть доля государства. Мы попадаем под 223-й федеральный закон, да. А если вы не попадаете ни под 44-й, ни под 223-й, вы все равно проводите свою закупочную деятельность. Но поскольку данная сфера, она регулируется государством, 44-й, 223-й, и вот эти все моменты связаны с тем, как проводить процедуры, какой регламент, какой способ, какие требования, это все может применять и комическая структура. То есть это тоже, все тоже полезно и правильно. И просто надо иметь, видимо, пользуясь вот этими площадками, в этот тормоз, в это внедрение, в это коммерческое. Вы можете, да, вы можете точно так же работать со Сбербанком, как коммерческая организация, то же самое, там, заявлять о своих потребностях, там, размещать свои закупки, потом приглашать ваших потенциальных поставщиков, подрядчиков в них участвовать, заключать с ними контракты. Это все, как бы, облегчение вопроса и уменьшение документа оборота. Вы можете контролировать вопрос, связанный с, как проводится площадка, нет ли там коррупции. Ну, вот представьте, пожилые люди, да, там, людям, которым 50, ну, не пожилые, там, 50-е, которым там уже близко к 70, им, допустим, вот это все учить, им удобно в конвертах больше, да, вот, удобнее в конвертах. Ну, пожалуйста, можете в конвертах, это... Да, удобнее конверт, для чего им переучиться, я скажу, зачем нам вот эти все площадки? Там, видимо, это больше для государства, потому что и государство обязывает, да, вот это все заниматься вот этим, там, допустим, Росрезерв этим занимается, там, какие-нибудь вот эти энергетические компании, наверное, больше. Это вопрос к собственникам, если они хотят, скажем так, оптимизировать и исключить коррупциогенные моменты в своей деятельности закупочной, а их много, да, словом говоря, там тебе принесли, ты отобрал, собственник уже не знает, как его, может быть, тут он тебе принес, там, в конверте, там, цену, а если бы закупка была конкурентным способом на электронной площадке, там, пришел бы в два раза меньше, а цену бы дал. Если ему все равно, ну, это его деньги, то есть каждый считает деньги сам, как ему хочется, свои, а если ему не все равно, если ему все-таки важно, чтобы эти деньги, чтобы он вместо миллиарда заплатил, там, 100 миллионов, да, крупный заказчик, да, за какой-нибудь объект, тогда будьте любезны, используйте вот эти вот наработки, которые уже существуют на сегодняшний день. Если даже, допустим, брать крупные зарубежные компании, они тоже используют сейчас очень серьезно, у них свои площадки, свой регламент проведения закупочных процедур, у них все меньше и меньше вот это становится вот этой вот сферой бумаготворчества, как это называют, да, то есть такого уже нет, это уже прошлый век подавать бумаги. То есть сейчас подает себе, да, все, пожалуйста, там, зашел на своем телефоне, на площадку, подал заявку, и все, и, пожалуйста, ты в ней участвуешь. То есть это возможность увеличить конкуренцию, обеспечить конкуренцию, конкурентную среду, это тоже очень важно. Это вот вы говорите, очень важно, подайте генеральному директору, да, которому 70 лет за 70 лет. Нет, ну это как бы, я не врач, и я не знаю, как к нему подойти, или психолог. Нет, дело же не в этом, нужно как-то аргументировать, и более так, вы знаете, точно, вот как бы, не просто так, в общем, а вот как бы, знаете, они же директора очень все, сейчас же деньги умеют считать, учатся, люди прям, им нужно все прям по полочкам расклад, не просто так, вот, в общем, потому что это, ну, как бы все так и все, а вот именно объяснить, почему, как. Ну, да, я пытаюсь объяснить. Да, так за. Пока не поработаете, да, то есть пока не пройдете этот курс, вам будет сложно как-то объяснить, потому что вы как бы не эксперт. Может объяснить только человек, который как бы с этим вопросом связан, и он знает, как и решать, тогда вы можете аргументированно доказать. То есть на примерах, уже на примерах все доказывают. Если примеров нет, значит, да, сложно. Мы тоже даем рекомендации нашего директора. Да, мы там пишем заключение, все. И как бы вот, ну, я как бы работаю в аудите, и вот у нас начальника, да, мы когда пишем какие-то записки, мы должны вот каждый момент вот прописать, вот, и вот наш директор, пока вот он не разберется, пока он все, вот, ему все, все не объяснишь, он не принимает. Вот ему объяснить, и тогда они уже принимают, ну, деньги там, бюджет закладывают, что-то, ну, все, ну, вот так. У нас вот до сих пор вот все в конверте, все конкурсы, да, строительные, зарядные, закупку материалов там каких-то. Оборудование мы все делаем там, допустим, там, для гостиниц закупку, мы все делаем пока вот реально там шторы, там, начиная с мебели, все закупаем. Коллеги, давайте еще конкретные вопросы какие-то есть, мы заканчиваем. Единственный поставщик, вы разбираете вот эти вот моменты? Единственное поставщик, в статье 93, срочетвертый закон, там есть моменты, когда закупка может быть совершена у единственного поставщика, есть определенные предельные значения, когда закупка может быть совершена у единственного поставщика, когда не может быть. Есть у нас еще закупка не только у единственного поставщика уникальных товаров, которые по-другому закуплено быть не может, но закупка единственного поставщика по итогам несостоявшихся закупоченных процедур. Закупка не стоялась, вышло там два участника, одного отклонили, один остался, и заказчик, что в эту ситуацию ему делать? То есть объявлять новую закупку или заключать контракт с единственным поставщиком. Поэтому это тоже мы рассматриваем. Ну, на эксперте разбираем, да. А на специалисте нет, да? Нет, на специалисте тоже, там мы затрагиваем вопросы единственного поставщика. То есть да, это способ, неконкурентный способ закупки, и мы этот вопрос, конечно же, затрагиваем. Олег, я предлагаю все-таки приходить на курсы, и там вы получите все ваши ответы на все поставленные вопросы. Как вообще курсы? Это вопрос к администратору, я занимаюсь на образовании курса. А вы сказали, что вы имеете в виду, что этот курс эксперт стал недавно, почему мы его выделили, потому что мы хотим, чтобы все-таки знания были более углубленные, более продвинутые. У нас есть подготовка специалиста, но нет подготовки эксперта. А вот этот двухуровневый курс, он дает возможность быть уже в полном объеме, получить все знания. Вот эти курсы, значит, работы на электронной площадке, это вы тоже читаете? Да, это не я, но подготовку участника я читаю, а практический курс, тогда я могу я читать, но может Межникова. Ну, там нормально. Как часто они проводятся? Ну, можно посмотреть на сайте специалистов в курсах, но где-то раз в месяц проводятся, раз в два месяца. Да, да, пожалуйста, приходите на наш курс. Всего доброго, до свидания.